Порядка 200 миллионов рублей потратит Рязанская область на ремонт дорог в райцентрах. Такое предложение участников праймерис Единой России поддержал губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров. Одной из первоочередных задач при этом, по словам главы региона, станет установление общественного контроля за расходованием средств. В ходе встречи было выдвинуто предложение о включении представителей Единой России в систему контроля за ремонтом автодорог. Губернатор отметил, что в Рязани уже ведется серьезная работа по контролю за качеством, неразивых подрядчиков заставляют переделывать брак и этот опыт планируется распространить по всей области. Я был очень неудовлетворен тем, как вышлялся контроль и не только я, в целом общество было неудовлетворено, поэтому контроль от того, кто является заказчиком и кто нанимает подрядчиков, мы забрали и отдали Минрегбезопасности во главе с Андреем Лазуновым. Вы знаете, да, сегодня он был депутатом, сейчас он министр Министерства региональной безопасности и контроля. И подчинили лабораторию, которая проверяет качество асфальта, бетонной смеси, подчинили оперативном порядке этому министерству. Значит, я думаю, что там должен быть такой же механизм, должны быть созданы тоже рабочие группы, которые должны войти представители Единой России и представители общественности, которые есть, общественных организаций. И они должны осуществлять тоже по секторам разбития, осуществлять контроль и доводить все это дело до, значит, руководства с тем, чтобы мы могли принимать управленческие решения. Дополнительные средства на ремонт и реконструкцию дорог регион получил за счет использования системы Платон и повышения акцизов на топливо и при поддержке председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова. По словам главы региона, 200 миллионов рублей, полученные от акцизов, недостаточно большая сумма для приведения в порядок региональных дорог, но для райцентров эти средства станут заметным подспорьем. Губернатор подчеркнул, что необходимо проработать механизм распределения средств не позже 1 июля. В этом случае муниципалитеты смогут провести торги по выбору подрядной организации и начнут работы в теплое время года. Когда Дума принимала решение о том, чтобы создать источники, источники средств, которые сегодня область, на самом деле вся страна направляет на ремонт дорог, я с трибуны Государственной Думы обратился ко всем политическим партиям, фракциям, предложениям. Давайте вместе организуем контроль, контроль за качеством этой работы, за эффективностью использования этих средств. Вот желающих осуществлять ту работу, о которой сейчас говорили Олег Иванович Иванович, не находится. Вот покричать, пошуметь это легко, а вот когда надо пахать реально, идти и смотреть, как осуществляется ремонт дороги, как осуществляется ремонт здания, дома и так далее, вот тут никого нет желающих. Вот это главное достоинство сегодня того, что предлагает Олег Иванович, она берет на себя очень тяжелую работу, вот эту тяжелую, нелегкую работу по контролю за эффективностью. Как подчеркнул в ходе встречи глава региона, несмотря на общероссийские экономические сложности, приоритет социальной политики правительства области остается неизменным. В частности, в регионе решен вопрос с местами в детских садах, планируется строительство новых школ, как в областном центре, так и в районах. Ковалев и Макаров обсудили с участниками Праймерис насущный вопрос импортозамещения и поддержки местного производителя. Рассказали о намеченном плане действий для устранения проблем, связанных с капитальным ремонтом. Для контроля за осуществлением капремонта в регионе созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители «Единой России» и общественники, проживающие непосредственно в ремонтируемых домах.